Мне тут позвонили и сказали, что сегодня будет готовиться арбалет для одного зарубежного блогера и попросили все это снять, как все это происходит. Меня зовут Олег, вы на канале Beer Hunter. Пойдем! Ну что ж, друзья, это Виталий Чернов, представитель компании, который, собственно, и заварил всю эту кашу. Привет! И расскажи мне, пожалуйста, что мы тут делаем, почему мы готовим арбалет, зачем мы плетем тетивы и куда мы приехали. Всех приветствую! Приехали мы в мастерскую Михаила Сбродова, к нам обратился из-за границы блогер, охотник. Заказал у нас арбалет Doom Military, заказал тетивы кастомные, оранжевый цвет, хочет поменять цвет тетив. И попросил сделать настройку, после того, как мы наденем тетиву, сделать настройку арбалета, синхронизировать все это. Попросил поменять тетиву только из-за цвета? Из-за цвета тоже, но не в основном. В основном из-за того, что при изготовлении на заводе тетивы не удается добиться такого качества в сравнении, когда это делается опытным мастером. Нужно, чтобы после пристрелки арбалета арбалет не терял своих настроек. И, соответственно, чем лучше тетива, тем дольше эти настройки сохраняются. Почему мы приехали именно к Михаилу? Ну и кто такой Михаил? Потому что Михаил – это самый лучший мастер в России по изготовлению тетив. Насколько я знаю, он уже занимается изготовлением тетив более 10 лет. Наслышан не от многих топовых спортсменов, которые обращаются к нему для изготовления мтетив. Ну и сам Михаил – это мастер спорта международного класса по стрельбе из лука. Ну то есть многие спортсмены у него и так делают тетивы. Да, мы ему доверяем. Все, супер. Тогда давайте теперь, собственно, самого Михаила вопросами и помочим. Давайте. Миша, расскажи пока, как в принципе происходит процесс замены тетив? Ну обычно что, по образцу делаем, да, то есть приносят лук, втыкаем в пресс, берем тетивы и по ним делаем. Либо по заводским размерам, да, когда у меня, допустим, есть свой образец и длины, которые производитель указывает. Здесь у меня образец вот этот, который мы давно, в общем-то, сняли с арбалета там еще в самом начале. То есть по размерам эта тетива будет точно такая же, как и та, которая стоит сейчас? Да, нет, ну если у как бы у производителя есть какие-то отклонения в размерах, плюс-минус в зависимости от партии, там что-то, или у них там технология поменялась, или человек, который это мотает, у них там поменялся, да, то, соответственно, будут отклонения какие-то в длинах. У нас, получается, мы делаем те же самые длины, которые у нас, ну всегда они, то есть постоянный размер. А из какой нитки плетется тетива? Это BCI-99X, это нитки, которые для блока сделаны, у них в составе дайнима и какая-то часть виктрана, они не тянутся. Специальные, получается, арбалетные нитки? Специальные блочные нитки, которые для блочных луков, в общем-то. Так, а ты не знаешь, из чего вас ватская на заводе обычно плетут? Я думаю, что это что-то типа какой-то дайнимы. Вот, чистая дайнима, она все-таки со временем тянется чуть-чуть. Ну, не могут, конечно, там напрямую на BCI заказывать эти нитки, но что-то я сомневаюсь на самом деле. Мне кажется, у них там свой какой-то поставщик есть. Я еще слышал, что за счет новой тетивы можно увеличить скорость арбалета или лука, это правда? Ну, ее можно тоньше сделать, вот, скорость тогда выше будет. Проблема в том, что арбалет как бы отдельная песня, в общем-то, но на луке чем больше скорость, тем хуже точность. Смотри, какая задача, да, то есть если, у нас спортсмены обычно, да, им нужно попадать, поэтому там, как правило, значительно достаточно толстые тетивы делают, то есть там за скоростью никто не гонится. Ну, может, какие-нибудь 3D-шники там еще, ладно, но и то тоже, то есть там лучше как бы медленно попасть, да, как бы группу собрать, да, чем когда у тебя вот такая вот группа, там больше мишени, да, но огромная скорость. Не, ну если говорить там про охоту, например, то там киллзон достаточно большая, в нее... В принципе, да, но я все равно за надежность, короче говоря, то есть там лучше, чтобы она... Ну, значит, чем будет толще тетива, тем, собственно, она будет и стабильней. Стабильней, да, во всех отношениях, что и по кучности, что и параметрам лука, типа там длина и синхронизация и все остальное, то есть я за стабильность. А из-за чего, в принципе, тянутся тетивы? Ну, нитка, то есть основа нитки это все-таки дайнима. Дайнима, он как бы, как полиэтилен, да, он со временем чуть-чуть как бы вытягивается. Кроме того, обмотки приминаются, там, ну, много там всяких нюансов, то есть там, почему нужно с луки там отстреливать после смены тетива, там, и все такое. Так, а почему кастом-тетивы тогда не вытягиваются? Тоже вытягивается, но гораздо меньше, потому что на станке они под большим натяжением вытягиваются. А у тебя там пресс стоит? При изготовлении, там пневматика, и он ее как бы вытягивает. Какое усилие там, я точно не скажу, но много, в общем. И сколько они у себя так вытягиваются? Обычно во время, в процессе изготовления просто они вытягиваются. То есть там, ну, сколько она там, полчаса вот, как-то там. Ну, этого достаточно. Да, в принципе, достаточно. Особенно если тетиву сразу ставить на лук, тогда этого достаточно. Просто кто-то может вытягивать их, как бы, целые сутки, но разницы никакой. Просто именно вот по стабильности, дальше по тому, как пипсайт там поворачивается, никакой разницы. Разница есть, знаешь как? Короче, если тетиву делать, а потом по почте отправлять. Вот ты ее как бы вытягиваешь здесь, да, а потом она пока едет, она обратно сжимается. А обмотка кладется на растянутую сетиву, я думаю, на станке? Да, конечно. Это вот ты как раз на пресс ставишь тетиву сейчас. А это зачем? Там просто тетива, когда закручивается, лучше, чтобы как бы отдельные вот эти вот части были закручены слегка в обратную сторону. Они просто лучше тогда лежат. Более монолитное тетиво получается? Оно ни на что не влияет, просто как бы чисто эстетически лучше. Вот Михаил закончил плести заготовки, теперь будем обматывать. Так что рассказывай, как это дело происходит и, главное, зачем это делается. Обмотка, она защищает тетиву от воздействия всяких блоков на нее, потому что блоки, они достаточно жесткие, у них там жесткие края, и все это нужно, чтобы вот эти вот сами нитки нежные, да, они чтобы не перетирались. А центральная обмотка, она ездит по направляющей, поэтому там вообще используется отдельная арбалетная толстенная нитка. А почему всю тетиву полностью не заматывают? А она оставляет открытые кусочки, там небольшие, они нужны для того, чтобы тетиву можно было по длине отрегулировать, потому что когда она полностью замотана, она перестает реагировать на закрутку, и ее не получается по длине отрегулировать. То есть это как раз есть та настройка, которой мы будем потом заниматься? Ну да, ну мы как бы длину сразу делаем, попадаем в длину. Вот. Для небольшой подкрутки должен быть какой-то запас. А вот это расскажи, пожалуйста, у тебя тут большой такой нарост, и там такая же история, что это такое? Тетива, нитка завода приходит вощеная, вот, и ее красят, получается, вот этим вот воском, и при замотке он выдавливается, и как бы уходит. Я просто столько лет этим занимаюсь, что у меня повсюду вот эти вот... То есть это воск? Да. Это то, в чем тетива приходит, короче, из завода. Миша уже решил не терять времени. Ну а что делать? Ну да, пока мы тут решаем что-нибудь снимать. Да, пока вы там это можете... Я уже арбалет соберу. Надо, рассказывай, мы что-то предупрели тетивы. Да, сейчас я надену все это дело. А ты, кстати, можешь вкратце прокомментировать эту систему? Потому что она необычная, не как на большинстве арбалетов. Я лично за блоки типа бинарных, чтобы там синхронизация была, все остальное, потому что если синхронизации нет, то они очень чувствительные, получается, к настройке. Синхронизация, ты имеешь в виду, тросики соединяют блоки между собой? Да, чтобы один блок влиял на другой блок. И в этом случае получается, как сказать, особенно важно, чтобы тетива хорошая была, потому что если нет синхронизации в системе, то нужно, чтобы она была хорошая и стабильная. Ну, этот арбалет же взводится там только натяжителем специальным, поэтому тут перекосы вряд ли будут. Ну, это, кстати, да, это важно. Все, арбалет готов? Я надел тетивы. Сейчас нужно, чтобы блоки стали одинаково. Ты так говоришь, как будто они сейчас сами через полчаса станут? Ну, нет, я, конечно, я их поставлю. Вот, ну, еще нужно наклон сделать правильный. То есть, прикладываем кверху, и чтобы стыла приходила в центр, получается, блок, да? Где-то вот так вот, да. Так, и как отрегулируется? Вот этими частями снизу, вот здесь вот закручу. А вот как раз про это ты и говорил, да, почему надо не обматывать какую-то часть? Да, иначе он просто... Что было, что скручивать? Да, не закрутится. Плохо было видно, то есть вот эту часть, не закрученную, ну и поэтому вот здесь мы можем скрутить. Так, еще укорочу слева. А как ты понимаешь, что они не синхронизированы? А у них тут точки вот есть, я их делаю просто симметрично. По точкам вот на блоке. Да, получается, если укоротить тросы, то блок поворачивается в эту сторону. То есть, если нам нужно сделать симметрично, нам нужно длиной вот этих вот всех вещей подобрать так, чтобы они одинаково стояли. Чем сильнее мы скручиваем, тем короче трос получается, тем поворачивается блок больше. Да, поворачивается сюда. Нужно выстрелить несколько раз, еще раз проверить синхронизацию, и тогда как бы арбалет настроен будет. Так, давай пока там Миша занят, тебя помучают. Скажи, пожалуйста, вот то, что сейчас Миша делает, это со всеми Дум-милитари происходит? Или только с теми, кто его закажет? Это доп. услуга или по старту идет? Ну, вообще, арбалеты изначально собираются и стараемся делать синхрон. Но на таких веревках, на штатных, это все равно при каком-то количестве настрела, настройки поплывут, да, в любом случае. Отверло огня. Ну, хватит уже стрелять из арбалета, мы сделали раз, наверное, 10-12, постреляли, все хорошо, синхрон в порядке, можно теперь ехать на базу. Ну, все, ребята, надеюсь, видео вам понравилось, так что ставим лайки, подписываемся на канал и всем пока, скажи пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok